И на ней, на этой организации лежит определенная серьезная ответственность за поддержание стабильности в мире. Мы сегодня уже работаем с НАТО в рамках Совета, который называется СПС, и готовы расширять свое сотрудничество. Сегодня на первый план выходят те угрозы, которые вчера казались не столь существенными. И мы с вами знаем об этом не только по событиям 11 сентября, но и по нашей озабоченности, которая может возникнуть с возможным распространением средств массового уничтожения. Не только ядерного оружия, но и биологического, и химического. Есть и другие угрозы, которые выходят на первый план. Надо сказать откровенно, что НАТО ведь не создавалось для того, чтобы противодействовать именно этим угрозам в первую очередь. И сегодня все руководители ведущих стран НАТО признают, что если и есть союзник, который может внести в противодействие этим угрозам реальный, заметный и существенный вклад, так это Россия. Мы к расширению сотрудничества с НАТО готовы. Готовы идти настолько далеко, насколько готов сам Северо-Затинческий блок. С учетом, конечно, национальных интересов Российской Федерации. Сейчас мы обсуждаем самые разные варианты расширения нашего сотрудничества. Есть очень хорошие предложения. Во всяком случае, любой из сидящих здесь в зале согласится со мной в том, что если мы хотим, чтобы кто-то из участников международного сообщества последовательно, настойчиво и эффективно выполнял какое-то решение, то он должен принимать участие в выработке этого решения и чувствовать тогда ответственность за его исполнение. Вот если мы найдем такой механизм, при котором Россия будет включена в процесс принятия решения, я думаю, что мы можем считать, что мы добились качественного изменения отношений между Россией и Северо-Затинческим блоком. Мы готовы к этой работе повторяю еще раз, и в данный момент ведем очень интенсивные и позитивные консультации, в том числе и с президентом Бушом. Я думаю, что вчерашнее заявление президента Буша и мое вечером выступление в посольстве Российской Федерации в Вашингтоне показывает, что в этом плане нами подготовлены очень серьезные и качественные изменения, соответствующие сегодняшним реалиям. Но мы накопили столько оружия, уже об этом много раз говорили, проведены были определенные сокращения, но абсолютно недостаточно. Посмотрите, вот вернемся опять к этой ужасной трагедии 11 сентября. Такой ужасный результат. В современном супертехнологичном мире удары даже такого рода являются очень болезненными. Я уже не говорю о применении средств массового уничтожения. Но у нас тысячи ядерных боезарядов. Мы можем по нескольку раз уничтожить любую крупную державу. Сегодня Соединенные Штаты, так же как и Россия, в состоянии вести вооруженный конфликт с использованием средств массового уничтожения сразу же, одновременно, со всеми ядерными державами. Это расстояние делают и Россия, и Соединенные Штаты. Даже сумасшедшему в голову не придет возможность развития ситуации подобного рода. Конечно, для того, чтобы сократить опасности несанкционерных запусков, опасности другого характера, техногенного, связанных с ядерными материалами, конечно, мы должны стремиться к понижению порога, количественного порога стратегических наступательных вооружений. Вчера президент объявил о том, до какого уровня Соединенные Штаты готовы опуститься. Должен вам сказать, что Российская Федерация давно уже заявляла о том, что она со своей стороны эти пороги уже для себя определила в целом. И если мы будем действовать совместно, то мы вместе сделаем мир гораздо более безопаснее, чем тот, в котором мы живем сегодня. Вы знаете, земельный вопрос в России – это не только юридический, даже не только экономический. Это очень сложный эмоциональный фактор жизни страны. Так было традиционно на протяжении столетий. Отсутствие нормального оборота земли является серьёзным сдерживающим фактором в развитии экономики. На данный момент мы приняли решение, приняли закон о свободном рыночном обороте земли в городах и промышленных центрах. Это небольшое количество, в процентном отношении, небольшое количество всех земель. За скобки этого решения вынесены вопросы оборота земель сельскохозяйственного назначения. Связано это ещё и с тем, что за последние десятилетия сложилась довольно сложная система арендных отношений. И, на мой взгляд, было допущено ряд ошибок, которые привели к созданию большой группы людей, обладающих правом на отдельные земельные участки, но не имеющих возможности реально ими пользоваться и распоряжаться, владеть, пользоваться и распоряжаться. То есть, они собственниками реальными не стали. Вот эти три элемента собственности, они не состоялись. Владение, пользование, распоряжение. Но бумажка о том, что человек является собственником на руках, это создало довольно запутанную ситуацию. И нам нужно действовать здесь очень аккуратно, чтобы те люди, которые имеют на руках эти документы, не чувствовали себя обманутыми. Эксперты сейчас вырабатывают различные варианты выхода из этой ситуации, но в конечном итоге путь в рынок, я думаю, является единственно правильным. Мы будем действовать, идти по этому пути, но исходя из исторических условий, действовать вынуждены будем очень аккуратно. Спасибо. 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 Спасибо.